Дагестан 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 Сегодня мы переходим к новому этапу честования нашей культуры – это 155-летие Сулеймана Стальского. Отметим, что парк имени Сулеймана Стальского образован путем объединения территорий Продобского бульвара, городского сада и сквера имени поэта. На территории всего пространства поменяли плитку, заменили балясины, расширили тротуар, постелили зеленый газон, посадили деревья. Все расходы на реконструкцию взял на себя сенатор Сулейман Керимов. В редукторном поселке приступили к обеззараживанию набережной, пострадавшей от прорыва канализации. Работу проводят сотрудники единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения. Для обработки пляжа они используют хлорсодержащие дезинфекционные препараты. Такие средства воздействуют на большинство возбудителей инфекций. Сам процесс пройдет в несколько этапов. Согласно плану мероприятий по ликвидации этой ситуации, вторым этапом у нас было обеззараживание поверхности пляжа, куда попали канализационные стоки в результате разлива. Сейчас мы находимся здесь на пляже и, видите, идет процесс обеззараживания. Обеззараживание производится специальным раствором, это гипохлорид натрия. Сейчас мы два слоя будем обеззараживать, после чего через пару дней будем производить культивацию этого места. И к другим темам. Вторая тройня за год появилась на свет в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. И произошло это символически в канун праздника Дня семьи. Для матери малышей 31-летней Шаадат Давитеева из Бабыртовского района это не первые роды. Теперь она будет воспитывать уже шестерых детей. Все подробности в сюжете Тамара Самедовой. Рашид Бек, Абдулла и Муслим. Именно так назвали малышей, которые появились на свет в преддверии Всемирного дня семьи. Для супругов из села Татайурт эта новость была приятным шоком. Ведь это первый такой случай в их роду. Мы, конечно, были в шоке. Такая приятная новость, неожиданная. Вообще не ожидали, что такое возможно вообще. Тем более у нас в роду никогда не было тройни. На первый музей у нас сказали двойню. Потом пошли узнавать пол, четыре месяца где-то. Сказали тройню и все тройные очки. Это неожиданная радость была. Шаадат признается, будет сложно, но надеется, что справится. Родные обещали помогать, особенно бабушке. Сейчас мама и новорожденные чувствуют себя прекрасно. И сегодня отправятся домой, где их уже ждут трое детей. Две дочери и сын. В фуринитальном центре имени Вишневского это уже второй случай рождения тройни с начала года. Операции проходили Кесарево и в обоих случаях успешно, отмечают врачи. В феврале месяце уже такой случай был. В тот раз три девочки. В этот раз мы разрешили женщину, у которой три мальчика. И мать, и дети здоровые. Причина рода решения в стационаре высокого риска, к которому мы относимся, является наличие у этой пациентки трое живых, наношенных плодов. Ну, все прошло благополучно, в общем-то. Мы довольны результатом. С радостным событием счастливую маму поздравляют и представители власти. Одним из первых роженицу навестил замминистра здравоохранения республики Подхула Подхулаев. Сегодня день семьи, и мы решили, раз так вы совершили такой подвиг, немаловажный для нашей республики, вот хотелось навестить, поздравить с этим знаменательным днем, за вашу стойкость и мужественность, что вы проявили. Спасибо большое. Шадат говорит, их жизнь с мужем в одночасье изменилась. В ней стало еще больше счастья. Многодетные родители мечтают стать самыми лучшими для своих детей. Тамара Самедва, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ, Махачкала. С надеждой на пользу. Магистранты Дагестанского Исламского университета имени Мухаммада Арифа окончили курс повышения квалификации по хадисам и хадисоведению в Мекке. Обучал их прямой потомок пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, специалист международного уровня Усама Ибн Саид Манси. Свои знания молодые ученые намерены передать студентам ДИУ. На недавней встрече с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом Афанти, квалифицированные специалисты получили теплые слова поддержки и напутствия. По этим хадисам Бухари муслим был. Потом сначала Бухари, сначала обе месяцы были уроки, потом до 10-го Рамазана вот так примерно Бухари закончили, потом остальное время до конца Рамазана и 2-3 дня шавала муслим. Научная степень тоже у вас есть, поэтому будем ждать тоже от вас такой немаленькой работы. Джамааты будут на вас смотреть, вот уже специалисты по хадисам. Поэтому Бухари поможет, чтобы от вас огромная польза была, чтобы мы все были полезными на самом деле, для нашего руководства, для нашего общества, джамаата. Поэтому, я думаю, это огромное счастье, если мы оказались хоть чем-то нужными, нас куда-то направили, дают нам какую-то работу, радоваться нам, альхамдуллах. В Дагестан приехала олимпийская чемпионка по вольной борьбе из Японии Юи Сусаки. Здесь, в Махачкале, спортсменка решила провести первый этап подготовки играм в Париже. На одну из ее тренировок заглянули и наши корреспонденты, слово Курбану Рагимову. Вот так внимательно гости из Японии следить за каждым движением наших борцов. День олимпийской чемпионки Юи Сусаки начался с тренировки в школе Абдул-Рашида Садулаева. Отсутствие танка здесь компенсировал приезд другого чемпиона Токио Заурбека Сидакова. Дружеская схватка с вольником из Алании была ее маленькой мечтой. Я, если честно, очень сильно удивился. У нее нет тренера и она сама выучила борьбу. Она мне говорила, что смотрела мою борьбу, Аббаса борьбу, Заура борьбу. И она вот так по ютубу выучила и научилась бороться. Очень сильно удивила, что у нее очень большие знания, она очень хорошо знает борьбу. Я с ней практически так чуть-чуть повозился и она очень хорошо работает. И я думаю, что в ближайшее время ее никто не выиграет. Она такая фанатка и дисциплинированная. Стремление прогрессировать и желание всегда учиться чему-то новому – вот что привело Юи Сусаки в Дагестан. Здесь она гостит неделю, ходит в разные залы и старается перенимать опыт у лучших вольников планеты. Сама 24-летняя спортсменка, кроме победы на Домашней Олимпиаде 2020, имеет в своем активе 4 золота чемпионатов мира. На носу игры в Париже и к ним надо подойти во всеоружии, говорит Юи. Я уже давно мечтала потренироваться с Заурбеком Седаковым, поучиться у него специальной технике. Сегодня он показал мне некоторые тактические приемы и поделился своими секретами. Что касается Дагестана, то ваших ребят отличает трудолюбие. Тут каждый спортсмен нацелен на то, чтобы стать номером один в своем деле. Это отличное место для подготовки к Олимпиаде. Приезд титулованных гостей – настоящий праздник для детишек и перспективной молодежи, которая не упускает возможности проверить свои силы в схватке с мастерами ковра. Заурбек, он показал свои фишки, которые он часто использует с мировыми лидерами. И было очень интересно это все узнать. Он очень простой, скромный человек, приятный на общение. И с него, я думаю, можно смело брать пример. Сусаки тоже очень интересная девушка. Она оставила такое большое расстание, чтобы приехать сюда. Это еще раз показывает нам, какая у нас республика, борцовская держава. И это, конечно, очень приятно. Небольшой тур Юисусаки по залам Махачкалы подошел к концу. Впереди поездка в Северную Осетию и возвращение домой, где она продолжит готовиться к своей второй Олимпиаде. Дагестан покорил сердце Японки. И сюда она обещает вернуться вновь, сразу после игр в Париже. Грэпплер из Дагестана Магомед Султан Гаджиев победил на первенстве Европы в греческом городе Лутраке. 14-летний воспитанник спортшколы Агат завоевал сразу две золотые медали, выступая в обоих разделах грэпплинга. Ученик тренера Иссы Карасанова лидировал в составе юношеской команды России весовой категории до 47 килограмм. В общей сложности в Греции Гаджиев провел 8 поединков. Соперники все были хорошие, боролся с греком, армянином, украинцем и с нашим. Сильнее всех был наш русский соперник. Все родные сильно поддерживали меня, все волновались за меня. Ехал с настроем выиграть и выиграл. Тренер чемпиона Иссы Карасанов назвал результат подопечного заслуженным. Мы готовились к этому чемпионату, мы проходили подготовки, усердно тренировались, примерно знали тоже, какие соперники будут. И я ждал от него золота, то, что я ждал, и мои ожидания он оправдал. Очень усердный, дисциплинированный, пашет, пахар, легких сеток у него никогда не было на соревнованиях, всегда у него была тяжелая сетка и, как говорится, без труда не выживка из труда. Впереди молодому грепплеру из Дагестана предстоит пройти отбор на первенство мира в Казахстан. Чтобы отправиться туда, Гаджиеву также необходимо успешно выступить на летнем первенстве России. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова